Уходящий год запомнился большим количеством ярких спортивных моментов. Каждая из них уже стала историей, закрепившейся в 2022 году. Каждый спортсмен внес свою лепту в богатую историю. А Министерство молодежи и спорта Азербайджана назвало наиболее отличившихся представителей. На мероприятии присутствовал Министер молодежи и спорта Фарид Гаимов, а также другие официальные лица. Лучшей спортсменкой года стала фехтовальщица Анна Башта. А лучшим спортсменом был признан борец греко-римского стиля Эльдани Садизли. Это первый мой супер-мега-крутой сезон, и я уверена, что он только начинается. Он не последний, и самая основная задача будет через год. И все силы я приложу туда. Этот год был очень успешным для азербайджанского спорта. В этом году я выиграл чемпионат Европы и мира. Это очень важный год в моей карьере. В нем было много рекордов. Надеюсь, таким же успешным будет и следующий год. Мы будем бороться за олимпийские лицензии. Награды выручались не только индивидуально, но и в командных зачетах. Лучшей мужской командой стал Агдамский футбольный клуб «Карабах», являющийся действующим чемпионом страны. Эта команда лидирует в текущем сезоне и продолжает участие в Еврокубках, выйдя в стадию плей-офф Лиги конференции УИФА. «Карабах» также был назван лучшим спортивным клубом года. А его наставник Гурбан Гурбанов стал лучшим тренером. Наряду с этим выиграл награду «Фэйрплей». В женской номинации победила групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике. Лучшей федерацией была названа федерация дзюдо Азербайджана. «У нас было много интересных матчей. Мы выступали в плей-офф квалификации Лиги чемпионов в групповом этапе Лиги Европы и вышли в весеннюю стадию Лиги конференции. Будем ждать успешного продолжения. Очень высоко оценивают 2022 год. Да, возможно, не всего добились, чего хотели, но считают, что своей игрой, своим духом «Карабах» заслужил любовь и уважение. Надеюсь, в предстоящих матчах «Карабах» покажет себя. Наше ожидание от предстоящего года – это чемпионство. Успехи в матчах Лиги конференции». «Этот год был достаточно успешным для меня и для нашей команды в целом. Мы завоевали очень много медалей на чемпионате Европы, на чемпионате мира, а также на исламских играх. И я безумно этому рада». «В 2022 году азербайджанские дзюдоисты выигрывали золото на чемпионате Европы. Были и медали номера у первенства. Мы принимали участие во многих сложных крупных международных турнирах. Федерация проделала большую плодотворную работу. У нас много планов на следующий год». «Были вручены награды в других номинациях. Лучшим арбитром стал футбольный судья Алья Рогаев, лучшим медицинским спортивным работником Альдина Галиев. Были отмечены и лучшие спортивные объекты и соревнования, а также представители СМИ. Каждый из присутствующих ставит перед собой большие задачи на следующий год и приложит все усилия для достижения своих целей. «Стать, наверное, первым не так сложно, как удержать эту позицию. По-моему, я уже лет шесть или пять первый номер рейтинга. Пока что никто не может привезти меня. И мне кажется, это большое достижение. И что звание лучше, оно меня вдохновляет работать над собой. И в следующем году, я надеюсь, показывать такой же отличный результат». «Каждый азербайджанский спортсмен постарается и в новом году радовать своими успехами и достижениями всех любителей спорта и завоевывать почет своей стране на международной арене». Имин Ахмедов, Раби Смиришли, Сибиси.